В начале февраля в диагностическом центре развернули ковидную поликлинику. Она была изолирована от чистой зоны. Здесь можно было оформить больничный, сдать тест на коронавирус, анализы и пройти КТ легких. Так в Минздраве решили снять нагрузку с городских больниц. Количество пациентов достигало до 500 в день. Дифференцировать от ОРВИ, от гриппа, конечно, было тяжело. Симптомы практически одинаковые. Начиная от общей слабости, недомогания, заложенности носа, потери голоса, боли в ухе, кашля. Все это время в центре продолжала работу и главная ковидная ПЦР лаборатория Края. В этом месяце здесь поставили новый рекорд – 14 тысяч проверенных тестов за день. Сейчас в лабораторию поступает в среднем по 3 тысячи тестов, что говорит о спаде вируса. И вот сегодня красная зона диагностического центра закрылась. Врачи вернутся на плановый прием, хотя еще в начале февраля морально здесь были готовы работать в ковидном режиме до апреля. Но обошлось. Посмотрели бы на наши коридоры две недели назад, вы бы увидели, что здесь была пустота. Пустота в кабинетах, потому что не было докторов, они все работали, занимались другим делом. Пустота, напряженность и такие немножко глаза у всех тоскливые у пациентов, потому что это тоже людям переживать третий-четвертый раз волну ковида – это сильно тяжело в психоэмоциональном плане. Не исключено, что в диагностическом центре снова развернут ковидную поликлинику, если понадобится. А пока Барнаул, который первый принял на себя ковидный удар, может выдохнуть. В отличие от районов края, теперь это новая цель Омикрона. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.